Девушки отдыхают Это не сложно понять Если ты закроешь глаза Сейчас ты смотришь на меня Если закроешь глаза, меня ты видеть не будешь Но ты все еще здесь, не так ли? Итак, на меня смотришь ты или твои глаза? Сквозь окно своих глаз на меня смотришь ты Если окно закрыть, будешь ли ты по-прежнему существовать? Да Очевидно, ты говоришь, что ты гораздо больше, чем тело, не так ли? Да А также ты знаешь, что твое тело было накоплено со временем Да Или другими словами, то, что ты называешь своим телом, это всего лишь небольшой кусочек планеты Заем у Матери-Земли Она довольно щедра Да, она очень щедра Она может одолжить очень многое Но когда придет время, она заберет назад все вплоть до последнего атома Сейчас я держу этот камешек в руке Сначала я скажу, это мой камень, я тебе его не отдам Через какое-то время я начну думать, что это я Когда придет время, и этот камешек у меня заберут, я буду в ужасе Потому что забирают меня, вас не забирают Планета просит вернуть только ту пищу, которую вы накопили Кусочек планеты, которую вы набрали в форме тела Если бы вы осознавали, что это всего лишь то, что вы накопили Осознавали не умом Если бы в каждый момент вы осознавали, что вы не тело Да, оно мое Но это всего лишь накопление Я накопил его, я его использую А когда будет нужно, оставлю Если бы такая осознанность была с вами на протяжении всей жизни Смерть стала бы лишь сменной одеждой, не так ли? На самом деле все еще проще Что происходит после? Хорошо, я вернул долг Добровольно или принудительно, но долг возвращен Ваше тело, каким вы его знаете, физическое тело Должно уйти в землю, потому что оно принадлежит земле Но есть тонкое тело, которое похоже на каркас Только благодаря тонкому телу вы можете строить это, грубое тело Вы съедаете банан, он становится телом Кусок хлеба или баклажан становится телом Благодаря тонкому каркасу Тело, которое мы видим, физическое тело Накапливается благодаря тонкому телу Когда физическое тело умирает, тонкое тело, которое еще называют эфирным Все еще продолжает функционировать Оно все еще хранит информацию Но разница в том, что когда у вас было физическое тело и сознательный ум У вас была способность различать Когда тело уходит, вместе с ним уходит эфирический ум и способность различать Больше нет способности различать Теперь все происходит в соответствии с тенденциями Все еще присутствуют определенные тенденции Почему в каждой культуре, в частности в Индии Так много внимания уделяют моменту смерти Когда человек умирает, неважно кем он вам приходится Вы стараетесь произносить имя Бога или создавать благоприятную атмосферу Даже если это ваш враг, вы говорите Рам нам сатьяхе, что угодно То, чему вас учили, чтобы создать осознанную и приятную атмосферу вокруг него Потому что вы хотите, чтобы он ушел спокойно Потому что если он находится в определенном состоянии на момент смерти Скажем, ему страшно Как только пропадет ум, способный к развлечению Страх выйдет из-под контроля В жизни страх появляется много раз Но из-за того, что есть различающий ум, вы скажете Все в порядке, все не так страшно Вы рассуждаете, пытаетесь разобраться Если нет ума, способного различать Это с нежным комом перерастет в паранойю Не такую паранойю, которая известна живым людям А паранойю, которая вырастает в миллионы, триллионы раз Из-за отсутствия различающего ума Но, предположим, момент смерти был приятным Тогда это тоже вырастет в миллионы раз Потому что нет различающего ума Будь то сладость или горечь Приятное или неприятное Все это может увеличиться многократно При отсутствии различающего ума Даже при жизни люди мало используют его Большинство действует согласно своим тенденциям Что очень прискорбно Но когда вы оставите тело, не будет другого пути Кроме как следовать тенденциям Если только вы не достигли определенного уровня осознанности Когда вы сможете сохранять определенные измерения осознанности в себе Иначе любое качество снежным комом превращается в нечто огромное Если ком вырастает во что-то неприятное, мы говорим «он в аду» Если в приятное, мы говорим «он в раю» Ад и рай — это не места на карте Это состояние А потом реинкарнация Ты хочешь вернуться? Конечно Итак, если все еще сохранилось существенное количество информации То есть кармы Предположим, вы ушли от того, что ваша энергия ослабла Когда вы стареете, энергии ослабевают И какое-то время находятся в покое Такой ведь жизненной энергии Просто находятся в покое какое-то время Без особой активности Но, предположим, энергии не истощились, а тело разбито В результате несчастного случая или самоубийства Или кто-то выстрелил вам в голову Или кто-то разбил ваше сердце Неважно как Тело оказалось сломано, и вы ушли Энергии сохранят интенсивность Теперь, при отсутствии ума и тела На истощение энергии уйдет много времени Например, при наличии обычного тела и способного к развлечению ума Вы бы проработали свою карму и ослабили энергией за десять лет Но когда у вас нет тела, эти десять лет могут растянуться на тысячелетия Вот почему всегда говорят Смерть от убийства, самоубийства или несчастного случая это плохо Потому что тогда, без различающего ума, ожидание затянется очень надолго Мы не знаем, куда вас занесет, и шансы найти другую тропу будут очень малы Вы не сможете ее найти из-за определенного уровня интенсивности Вы не сможете обрести новое тело, пока не придете к нужному уровню интенсивности Если вы умираете от старости, энергии истощаются С вашим телом все в порядке Вы ложитесь спать и больше не просыпаетесь Такой человек может вернуться в утробу за 48 часов Но когда кто-то умирает, повредив свое тело или от несчастного случая Мы не знаем, как долго это займет В зависимости от уровня интенсивности и количества непроработанной информации Мы коснулись той области, которая требует гораздо большего погружения Если мы действительно хотим во всем этом разобраться Не стоит просто так говорить об этом Поэтому мы всегда шутим и уходим от темы Мы никогда не говорим об этом, потому что это вызовет всевозможные фантазии Нездоровые фантазии После этого я начну верить в духов и привидения Да, в этом нет необходимости Потому что тогда люди начнут верить что-нибудь в каждом темном углу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok